всем доброго дня и сегодня мы с вами будем вязать тело для мушки а именно для поденочки еще называют extended body и для этого мы будем использовать инструменты фирмы cndf design и именно cft 150 который включается в набор несколько игл вот таких вот мы выбрали средней толщины сейчас установим иглу в губки тресков также в комплекте входит спиннин и полиэтилен такой вот с уже вырезанными сегментами мы возьмем один но для начала мы сделаем такую операцию мы липкой ваксой нанесем липку ваксу на нашу иглу немножко достаточно берем наш сегмент прикладываем на иглу нить мы будем использовать белого цвета для начала и и начинаем фиксировать на игле наш спиннин полиэтилен и потихонечку проматываем фиксируем его на игле оставляем немного пенки для того чтобы в дальнейшем зафиксировать тело мушки излишки думаю можно отрезать сразу и проматываем монтажную нить в обратном направлении придерживая пальцами потому что игла новощённая немного перекручивает поэтому стараемся поправлять и возвращаем монтажную нить обратно и и и и и и и и Стараемся делать тело более плоским, чтобы меньше было бугорков и их было меньше видно при формировании тело из дайвинга и уводим монтажную нить вперед. Здесь можно уже сделать финишный узел и делаем финишный узел. Монтажную нить отрезаем. Вот получилась у нас уже такая заготовочка. Далее нам потребуется даббинг Superfine мелкофактурный синтетический оливкового цвета такого Golden Olive. Снимаем иглу из губок тисков. Берем даббинг и закрепляем чуть-чуть даббинга у нас именно на теле мушки и начинаем вращать нашу иглу. Тем самым наматывая даббинг на нашу уже подготовленную основу. И вот почти скрыв все пробелы, даже если немного останутся, ничего в этом страшного нет. Можно даже чуть-чуть добавить. Я думаю, достаточно. Окончательно еще закрепляем даббинг, прокручиваем. И фиксируем обратно наш иглу в кубках тисков. Получается вот такое вот практически готовое тело. Но мы предварительно еще в комплекте идет цинтирующая жидкость на основе клея, я думаю, чтобы в дальнейшем у нас даббинг не распадался на игле, мы смочим его. Жидкость на только. Продолжение следует... 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 И монтажную нить окончательно уже отрезаем. Теперь наш пучок меха мы пальцем отодвигаем, загибаем назад. Таким вот образом, отбираем три остинки, я думаю будет вот эта, вот эта стенка, и потребуется еще центральная, получается вот три остинки меха. Все остальное мы аккуратно отрезаем. Таким вот образом, мы аккуратно отрезаем. Замечательно. На этом еще не все. Теперь мы должны снять наше тело мушки с иглы. Аккуратно, пальцами снимаем. Есть. Получается вот такое вот тело. Но это еще не все. Сейчас мы придадим, точнее нет, для начала мы вот видим, что у нас есть слабая точка. ткань. Находится она здесь, на кончике. И мы ее сейчас закрепим и придадим еще одну функцию. Нанесем туда флуоресцентный УФ-лак. Для этого я буду использовать УФ-лак фирмы Гульф от серии Амбуланс цвета шартрез. Поправляем наш хвостик, чтобы он был ровненький. Поправляем. И наносим капельку УФ-лака. Сначала маленькую капельку. Отверждаем. И можем еще добавить чуть-чуть ниже. Закрепить, так сказать, результат. Нанесли. И отверждаем. Ну и на этом не все. Теперь мы придадим телу изгиб. Такой, какой нам нужен. Немного поправим. И придаем изгиб мушки. Тело мушки. Ну, допустим, будет вот такой изгиб. И чтобы он оставался таким, мы нанесем на поверхность меха. Точно так же УФ-лак. Уже будем использовать классический прозрачный лак от той же фирмы Гульф. Придали форму. И наносим лак. Много не надо. Много не надо. Поправим. 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 И отжидаем при помощи фонарика. И получается у нас с вами такое прекрасное тело для вашей будущей паденочки.